привет еще раз мои дорогие сейчас мы посмотрим на таро монара мы посмотрим такую тему что он говорит за вашей спиной мы будем смотреть что ваш бывший настоящий или какой-нибудь дружок или еще кто-нибудь говорит о за вашей спиной в основном с кем разговаривает мужчина дам о других женщинах с мужиками другими либо например со своими родственниками и мы сейчас именно на монаре посмотрим девочки с каким настроением с какими эмоциями с какими мыслями он говорит о вас дорогие и поэтому мы взяли монару и так выбирайте девочки это будем гадать на четыре варианта на вас первый второй третий четвертый вариант что он говорит за вашей спиной мои дорогие на монаре с какими мыслями с какими эмоциями он о вас говорит мы тут будем затрагивать немного даже интимного такого подтекста ну что поехали 1 2 3 4 вариант и так можете девочки нескольких мужчин загадать вы даже интересно да вот любой момент когда кто-то о вас говорит мужчина он слезли он соответственно вас вспоминает правильно а вспоминает с какими-то фишечками и сейчас мы посмотрим как он вас вспоминает и как он о вас говорит итак первый вариант так девочки тройка земли выпала он говорит у вас да и у него течет слюна со рта он говорит о том что вы либо хорошая хозяйка либо вы хорошая там в постели или еще где-то да он хвалит вас девочки он он ставит вам плюсики и либо тут может может из тройки земли говорит быть что угодно и но связано с очень таким землей как говорится на то есть у вас красивая грудь попа у вас там такие длинные реснички она такая с четверочкой там или с классной двоечкой ходит но я про грудь имею ввиду размер вот как-то вас подчеркивает и в то же время знаете он смакует это это как у него карамелька во рту вот представьте когда мужчина говорит о вас он говорит это с какой-то карамелькой во рту о вас девочки и может быть это если мужчина например женат и у вас с ним ничего нету есть в этот левого даже загадали какого-то я вам скажу что он думает неплохо бы с вами где-то чего-то понимаете и говорит какие-то именно факты о вас то есть не то что там что-то придумывает от себя тянули опять какой-то нет то что человек любой знает о вас он ту вот эту вот свою правду и говорит но с ощущением того что неплохо бы чтобы либо эти качества как у вас были какой-то другой женщины да либо это что-то взять от вас то есть этот мужчина хорошо о вас говорит за вашей спиной реально хорошо девочки а он не может потому что вот даже у него если его спрашивают о вас да он получается говорит какие-то факты и даже если он мог бы высказаться отрицательно про вас все равно другой человек оценит то что вы поступаете правильно и то что знаете то что существует по факту да ваша красота ну вот либо ваше поведение как вы себя ведете где вы работаете хорошая ли вы хозяйка хорошо ли вы выглядите да чтобы этот мужчина не говорил все равно все воспринимают вас очень и очень даже положительно эта карта одна из самых лучших я бы даже сказала любовных карт да то есть отношение такое типа такая хорошая жена вот такие вот дела мои дорогие второй вариант девочки давайте посмотрим что он говорит за спиной о вас восьмой старший аркан девочки он рассуждает о вас и я вам скажу это вот как код который не может всунуть свою мордочку в какое-то узкое отверстие там похлебать сметанки и говорит он о вас так как вот да там сметана но я не могу засунуть свою мордочку туда еще почему-то он говорит девочки о каких-то ограничениях либо может быть вам где-то вера не по не не позволяет что-то делать да либо стиль жизни либо принципы какие-то и что она не такая типа она не легкого поведения либо не она на это не пойдет да то есть когда он разговаривает с кем-то с друзьями со своей там семьей или еще с кем-нибудь о вас он говорит о том какие у вас есть принципы жизненные да что вы сделаете что вы не сделаете и еще девочки тут один такой есть момент до мужчина может разговаривать о вас как о вот восьмой старший аркан это обычно говорит о каких-то границах еще он не может вот по этому старшему аркану девочки он не может вас оскорбить за вашей спиной он не может оскорбить вас потому что как будто бы это чревато также он может говорить о том что вы много что не договариваете что он много о вас чего не знает но в то же время каких-то принципы принципы девочки законной жизни да что она это не сделает либо она сделает это это она на это не пойдет про ваше поведение имя именно и про отношения ваших жизни мужчина говорит именно про ваше отношение к жизни она какое-то особенное девочки может ему так это наболело а еще может девочки он может говорить о вас как о своей жене давайте еще одну карту что он говорит за спиной о вас шестерка земли здесь выпало девочки я бы тут сказала все таки какие-то знаете жизненные установки и жизненные принципы и какие-то жизненные барьеры он именно о вот этом об этом девочки говорит с другими людьми он несколько там обсуждает вашу внешность там еще какие-то событий жизни сколько он говорит о том что у вас есть какие-то принципы какие-то стены лестницы вот что-то такое почем ваш именно путь по которому вы идете и он прекрасно знает что у вас есть этот вот путь а не то что вы там знаете в разные стороны можете пойти как будто у вас что-то такое особенное вот я даже думала сейчас чем сравнить девочки ну например женщина полицейский да и вот у нее есть барьеры в том же поведении либо религия до какие-то религиозные запреты могут здесь быть ты которым вы следуете либо ваша особенность какая-то которая вас заставляет вести себя практически везде да вот только по одному следуя какой-то определенной линии поведения и вот про эту линию поведения он с людьми и говорит про ваши какие-то даже принципы и запреты но говорит неплохо вот они просто они просто об этом говорят да и они это принимают девочки воспринимает такой какая вы есть но я вам скажу что вот именно у этого мужчины есть сложности со вообще не с вами девочки вот из-за этого он как-то знаете не так себе это все представлял есть какие-то сложности и не не недопонимание он как будто бы не живет вашей жизнью а ваша жизнь какая-то не совсем понятная для него вроде бы с одной стороны понятно да но с другой стороны как будто он так не живет что-то в этом роде но по-другому вот этот расклад девочки не объяснить вот мне даже интересно девочки вот кто загадал второй вариант что у вас за принципы такие жизненные постулаты какие-то которым вы следуете да и не отходите в сторону от них вот такой вот второй вариант третий вариант мои дорогие давайте посмотрим что он говорит за вашей спиной о вас девочки четверка воздуха я вам скажу так он любит поточить лясы о вас реально любит поточить и говорит о вас часто вспоминает но это какие-то такие воспоминания идут до либо каких-то моментов с прошлого то что вы вместе где-то делали там что-то чего-то вы ему делали он вам делал до о ваших встречах о том что вы знаете вот не то что чем вы занимались в этой встрече при этой встрече сколько он говорит о том сколько раз эти встречи были давайте еще разложил на эту четверочку что он еще говорит за вашей спиной это старший аркан девочки либо вы тут своего бывшего загадали да вот бывший воспоминает как бывший вспоминает как 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 обычные любой вот бывший когда уже все отлегло все прошло да и какие-то такие факты из жизни если вы тут загадывали не бывшего а настоящего девочки да я вам скажу что разговоры то вас еще даже особо и не начались то есть вот такие какие-то серьезные темы он не проговаривает но он их как будто бы копит в голове он вот какие-то серьезные разговоры как будто бы еще впереди а что еще он тут говорит девочки про вас за вашей спиной тут мужчина либо старше вас либо пытается быть старше вас да вы бы выпали вот такие вот арканы там где мужчина по-любому как как он старше да и в то же время он думает что он какой-то судья который может давать оценку там вашему поведению что он вправе давать оценку вашему поведению девочки тут что-то будет впереди я бы сказала что не то что он сейчас говорит или говорил да вот я бы сказала что это вообще не важно дело в том что тут про вас будет конкретный разговор и серьезный разговор будет как будто может быть девочки даже выяснение отношений двух мужчин насчет вас до либо это разговор там с родителями насчет вас либо вот вот с кем-то очень значимым в его жизни будет разговор о вас и он будет знаете как будто бы выступать толкать речь собственным субъективным мнением о вас и как будто бы это будет в качестве судьи что он может давать вам оценку оценивать вас и вот так вот обычно говорят как знаете как о будущей невесте вот она такая-то такая-то но у нее есть такие вот недостатки но я думаю и воспитаю вот что-то в этом роде девочки если это все-таки бывший все равно будет какой-то очень серьезный разговор о вас у него с кем-то причем кто-то который очень сильно важные в его жизни этого девочки тут по-любому будущее выпадает кстати я вам что посоветую здесь да вот про того мужчину которого вы здесь загадали ведите себя очень хорошо с этим мужчиной да будьте поласковее идите где-то на мировую если вы поссорились да будьте придерживайтесь какого-то нейтралитета как будто бы вы изменились да наврите даже если девочки это неправда если вы все равно придерживаясь своей точки зрения я права и все а он там что-то не понимает да немного так прогнитесь хотя бы на словах для него делайте по-своему но прогнитесь потому что он кому-то будет говорить и тут идут такие старшие арканы до которые в дальнейшем даже как-то могут повлиять на вашу судьбу так что будьте осторожны девочки здесь я бы тут поменьше с этим мужчиной даже разговаривала бы на какие-то такие серьезные темы свое мнение не высказывала именно знаете поддакивала подкрякивала бы этому мужику вот поддакиваете подкрякиваете если вы туда даже какой какого-нибудь коллегу с работы загадали я вам сто процентов говорю что надо подкрякивать ему да 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 правильно говорите вы все там все такое девочки какой-то серьезный разговор ему предстоит с кем-то другим может это еще начальство ну какой-то важный человек идет и причем это все и на вашу жизнь повлияет это будет разговор девочки будет он вот такие вот дела четвертый вариант мои дорогие давайте посмотрим что он говорит о вас за вашей спиной ну что я могу вам мои дорогие сказать четверка земли что он говорит за вашей спиной не хорошие слова и выражение он говорит девочки как бы это знаете минус один либо минус десять по шкале как говорится плохих слов выглядело да но это какое-то злобное нахальное полное предубеждение мнение о вас он может говорить о вас другим как о содержанке как о женщине которая которая знаете меркантильная или как сейчас любят некоторые говорит потреблять да или что типа она подлизывается что она подстраивается круче он не очень хорошо вас отзывается этот мужчина реально не очень хорошо и и знаете пытаются они он пытается унизить ваше достоинство в глазах других людей это может быть девочки как и правда такие ложь то есть он это говорит даже с какими-то целями унизить вот ваше достоинство да кто она такая да что она там может я бы эту челочку бы там добыч покнул да то есть это он как бы и по мужских то же время не по-мужски принижает ваше достоинство но он ничего не может сказать о вашем о вашей внешности да потому что там идут такие разговоры как будто вот девушки знаете как будто бы легкого поведения что с такой внешностью как она вот они все такие вот легкие на подъем что они такие может быть очень меркантильные там сучки какие-нибудь то есть я вам скажу так обычно это говорят вот знаете как говорят про каких красивых девушек да типа на сосала или еще что-нибудь такие вот вещи мужчины или я бы ее там чпокнул или еще что-нибудь ну то есть не как лично не про личность говорит а именно про как телочка самочка знаете как чика немного так знаете с предубеждением но давайте еще посмотрим что он говорит за за вашей спиной о вас что девочки вы ему рога наставили не дали девочки как вы его так могли обидеть да а вы его реально как-то обидели вы его продинамили девочки и вот пытая по я вот думаю что он так говорит про вас вы его где-то продинамили причем очень жестко я вам скажу так тут может быть все что угодно либо вы ему не дали либо еще что-нибудь либо вы ему не дали денег в долг и он хоть к и ну например нуждается в деньгах он вас попросил и в результате вы не дали да он говорит ой да у нее там на самой там денег нет ученым не может дать либо ой зачем мне она такая нужна но просто это вы получается знаете где-то его застопорились что он так отзывается понимаете что еще давайте вот не посмотрим что он говорит за за вашей спиной о вас ну вот видите практически одинаковые карты девочки выпадают видите четверка земли пятерка земли выпадает выпадать что то что он говорит о том что вы цепляетесь либо за него да что вы хотите как-то с него что-то поиметь что вы меркантилка что он вам как будто бы вы вешаетесь на него девочки а все из-за чего потому что вы где-то сказали стоп ему да вот что то вы ему не дали на что он рассчитывал причем я вам скажу он рассчитывал это как на подарок так что девочки если вот у вас этот мужчина хотел в долг либо хотел там у вас жить или еще что-нибудь вот что-то что как будто бы но за что она платить до долг отдавать или еще что-то но он считал что вы в качестве подарка ему должны преподнести может быть себя может быть еще что-то а вы получается не дали да у него вот пошло такое это я бы сказала его психологические проблемы не ваши девочки это у него такое какое-то мнение он вот вот этим своим мнением дал четверкой и пятеркой земли хочет присыпать свое где-то свое невостребовательное не востребовал блин я уже язык заплетается но то что он не востребованные девочки да и он хочет вот это вот как-то скрыть затушевать чтобы как будто бы не он виноват а вы девочки этот стрелочник мужчина давайте еще посмотрим все таки да что он говорит о вас мне такие ощущения что с мужиками больше говорит он с мужчинами говорит да девочки вы смотрите даже выпадает пожем земли с этими четверкой и пятеркой земли это говорит о том что мужчина свои психологические вопросы решает за ваш счет девочки да за вас счет он хотел решить какие-то дела но у него не получилось и поэтому за ваш счет за счет того что он вас где-то за глаза как говорится обкакивает да он и решает свои психологические возникшие проблемы так что будьте на чеку мои дорогие насчет вот этого мужчиной да вот такой вот вариант поскольку карты здесь выложила 4 карты и и все вот такие вот выпали все мои дорогие вот такое было гадание пока пока